С новостями к данному часу Вера Захарчук в студии. Доброе утро. Начнем с событий в мире. Конгресс США снова не проголосовал за бюджет страны на 2019 финансовый год. Это означает, что так называемый шатдаун, то есть частичная приостановка работ министерств, ведомств и самого федерального правительства продолжится. По мнению аналитиков, такая ситуация сохранится в течение как минимум ближайшей недели, если не всего января. Напомню, главная причина непринятия главного финансового документа страны – разногласия между демократами и республиканцами по поводу строительства стены на границе США и Мексики. Отставки правительства Белграда требуют родители детей, пропавших без вести. Отцы и матери считают, что закон о поиске детей нужно изменить, якобы он себя изжил и не работает на результат. По заявлениям активистов, ежегодно тысячи родителей не находят своих дочерей и сыновей. Под негласным девизом «Чужих детей не бывает» за реформу закона выступило большинство взрослого населения Белграда. Родители детей, пропавших и не только, выступают за полную перезагрузку соответствующего закона. В интернете запущен сбор подписей под петицией, требующей отставки высокопоставленных чиновников. По заявлениям активистов, сегодня в стране лишь пожинают плоды материнского горя. О проблеме задумываются от трагического случая к трагическому. Вся же профилактическая работа среди детей, якобы, сведена к нулю. Детей учат только дома, чтобы они не ходили с незнакомцами, сообщали родителям, если к ним кто-то пристает, или если они попали в опасную ситуацию. И только родители сейчас решат эту проблему, учат своих детей. А на уровне города или страны ни о каких специальных мерах я не слышала. А ведь способов действия в случае потери ребенка много. СМС-сообщения, объявления в СМИ. Все это может работать. По заявлениям активистов, они уже не в первый раз выдвигают чиновникам свои требования. Однако должного ответа пока так и не получили. При этом родители пытаются говорить с градоначальниками не столько на уровне эмоций, сколько с помощью фактов. Предлагаются конкретные меры, которые, по мнению большинства, спасут детей Сербии от беды. Нужно как следует оповещать в таких случаях, во всех СМИ раструбить. Тогда и мы, граждане, сможем подключаться, искать, помогать. И полиция должна не только бандитов ловить, а нормально работать, искать пропавших детей или взрослых. Нужно расследовать. По мнению активистов, полиция и политики проявляют банальное безразличие и халатность к данной проблеме и трагедии каждой семьи, которая потеряла ребенка. Ответ от власти пока не последовало. По былым заявлениям чиновников и полиции, для поиска пропавших детей в столице все делается в полном объеме. Вопросы же профилактики и предупреждения несчастья, видимо, были оставлены верхами на самих родителей. Дмитрий Лукши, Дмитрий Ланеха, Бар-24, Белград, Сербия. С нового года в аэропортах Турции с туристов будет взиматься налог на безопасность. Речь идет о сумме в полтора евро, это около 640 тенге. Причина – усиление безопасности во всех аэропортах страны. По сообщению нашего собственного корреспондента, налог будет взиматься не только с туристов, пересекающих Турцию, но и с самих граждан страны, пользующихся услугами аэропорта. Отмечу первоначально, сумма налога должна была составлять 3 евро с человека. Однако после предложения Ассоциации туристических агентств о пересмотре суммы, Министерство культуры и туризма уменьшило налог вдвое. В столице Кыргызстана полностью автоматизировали службу экстренной медицинской помощи. Теперь все вызовы граждан обрабатывает компьютер. График ожидающих пациентов врачи тоже получают онлайн. Все эти новшества должны повысить качество работы скорой помощи Бишкека. Последние годы от жителей столицы поступает много жалоб. В адрес медиков, в том числе из-за того, что бригады скорой помощи едут к пациентам по 2-3 часа, особенно в пик простудных и респираторных заболеваний. Кроме того, что врачей попросту не хватает, со своей работой не справлялись и диспетчеры. Новая автоматизированная система должна ускорить обработку вызовов и координацию работы врачей Центра экстренной медицинской помощи. Готовили этот проект мы в течение двух лет. Начали мы, естественно, с изучения опыта коллег Казахстана, России, Кореи, для того, чтобы понимать еще модель западной скорой помощи. Определили наши цели, задачи, что мы можем сделать, что в наших реалиях возможно сделать. В Китае растет продажа электромашин. По информации Министерства торговли, за год в стране купили 1 миллион 600 тысяч электрокаров. За январь-ноябрь 2018 Поднебесная продала на 68% больше безвредных машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Связано это с поддержкой государства. Для развития индустрии эко-каров правительство выделило немалые средства предприятиям по производству таких машин. Субсидировать компании страна намерена вплоть до 2020 года. На развитие китайского рынка электромашин повлияла поддержка правительства, уменьшение расходов на производство аккумуляторов и технологический прогресс. Конечно, связано это и с ростом потребности в экологически чистых машинах у самих жителей. Север Индии страдает от редких для региона морозов. В области Ладак, по соседству с Гималаями, температура ночью опускается до минус 17 градусов Цельсия. Чтобы согреться, люди разводят костры на улицах. Центральным отоплением в стране не пользуются. Напомню, в начале года из-за переохлаждения в Индии погибли более 100 человек. По прогнозам синоптиков, нынешняя волна холода грозит не только северной, но также восточной и центральной частям Индии. Заморозки достигли и столицы страны Нью-Дели, которая к тому же страдает от смога. Япония поддерживает создание казахстанского оператора в области официальной помощи развитию агентства КАЗЭЙТ. Об этом сообщили в Японском агентстве международного сотрудничества. Как отметила вице-президент Джайка Сузуки Норико, осуществление Казахстаном официальной помощи развивающимся странам, доказательство превращения республики в государство, желающее и способное выполнять большую ответственную роль в международном сообществе. По ее словам, агентство оказало поддержку в вопросах предоставления официальной помощи развитию таким странам, как Корея, Таиланд, Мексика и Индонезия. Джайка рассматривает и вопросы сотрудничества с КАЗЭЙТ. Ведь положительный опыт с Казахстаном в этом направлении имеется. Две страны участвовали в проекте по оказанию помощи афганским женщинам. Насколько мне известно, в качестве объектов осуществления официальной помощи развитию Казахстан рассматривает другие страны Центральной Азии и Афганистан. Японское агентство международного сотрудничества открыло свои офисы в соседних с Казахстаном странах. В частности, в Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане и Афганистане. В связи с созданием КАЗЭЙТ, Джайка поделится опытом и планирует оказание помощи по развитию человеческих ресурсов. Накануне Нового года американские политики отмечают успешное развитие двусторонних отношений с Казахстаном и выражают надежду на дальнейшие перспективы сотрудничества. Среди них конгрессмен США Дана Рора Бахер. Она предлагает создать совместный хаб для коммуникаций и деловых связей. Надо понимать, что после обретения независимости народ Казахстана сумел объединиться и избежать каких-либо конфликтов. Наряду с этим страна унаследовала от холодной войны ядерное оружие и сумела справиться с этим вызовом, защитив и себя, и весь мир. У Казахстана уникальное расположение в центре планеты. Нам надо воспользоваться этим и работать с вами, чтобы использовать страну в качестве хаба для коммуникаций, транспортных и торговых связей со всем миром. Новые технологии позволят достичь этого, и США будут укреплять партнерство с Казахстаном. Теперь к событиям в нашей стране. В Казалардинской области учителям, обучающим детей с ограниченными физическими возможностями, не доплатили положенных 40% к заработной плате. В общей сложности 478 преподавателей из Жанокурганского района недополучили около 8 миллионов тенге. Средства были выплачены по требованию прокуроров. Заработную плату задолжали и сотрудникам Жанокурганской районной больницы. В общей сложности 125 миллионов тенге. Задолженность перед медиками начали погашать после вмешательства надзорного органа. По данному факту, руководитель учреждения здравоохранения привлечен к административной ответственности. Кроме этого, проведен анализ в сфере оказания бесплатной гарантированной медицинской помощи. В результате проверки выяснилось, что 479 детей не смогли пройти аудиологический скриник. Предписание, выписанное из станции скорой медицинской помощи. Как оказалось, учреждению катастрофически не хватает автомашин. Сейчас недостающее количество автотранспортных средств приобретено местными властями. В Мангосталовской области с нового года будут снижены тарифы на коммунальные услуги. Такой шаг стал возможен за счет понижения стоимости газа, благодаря которому работает предприятие, вырабатывающее электричество в регионе. Во-вторых, оптимизация цепочки передачи электроэнергии до потребителей и пересмотр инвестиционных и операционных затрат. В среднем по области тариф на водоснабжение снизится на 7%, оплата за теплоснабжение сократится на 3%. Что касается электроэнергии, то тариф снизится от 2% до 4%. Если, к примеру, раньше жители Актау платили 15 тенге и 62 тенге за 1 кВт-час, то теперь будут вносить в косу учреждения 15 тенге и 25 тенге без НДС. Будет держаться на контроле исполнение всех тарифных смет в 2019 году. Ежеквартально, как сейчас было отмечено, до Крымзака будет проводить отчеты, принимать отчеты у всех субъектов сельских монополий, которые оказывают коммунальные услуги, по исполнению тарифных смет и исполнению всех инвестиционных затрат. В Национальном ядерном центре страны подвели итоги работы за 2018 год. Общий бюджет учреждения составляет 9 млрд тенге, из которых 81% приходится на долю коммерческих проектов. Совместные исследования с международными организациями таких стран, как Япония, Франция, Россия, получили значительную прибыль в последние годы. В то же время запуск резервуаров для охранения сточных вод на территории полигона также приносит свои плоды. В завершение мероприятия прошла церемония награждения победителей конкурса среди журналистов. Среди призеров наш собственный корреспондент в семье Булат Кукинай-Ула. Исследования радиоэкологические полигоны мы планируем завершить в 2021 году. Дальше на основании этих исследований, безусловно, мы проведем демаркацию границ. Новый полигон с новыми границами. Это будет представлять, наверное, половину существующей территории полигона, куда войдут основные следы выпадания радиоактивных отходов, куда войдут основные площадки испытания ядерного оружия, и туда же войдут и наши стратегические объекты. В Павлодаре стартовала необычная акция «Подарите тепло». Ее организовало общественное объединение ЖБ при Музее литературы и искусства имени Бухаржарау. Молодые акины и писатели сели в автобусы и поехали по городским улицам, чтобы согреть в эти морозные дни замерзающих павлодарцев горячим чаем. Неравнодушные участники акции даже подвозили до дома. Людей с автобусных остановок не остались без внимания уборщики улицы и работники коммунальных служб, устраняющих неполадки в городских теплоэлектросетях. Напомним, уже несколько суток подряд Триертышья находится во власти аномально низких температур. Местами морозы доходили до минус 38 градусов по Цельсию. Когда на улице холодно, люди должны помогать друг другу. Надо быть милосердным к тем, кто по разным причинам находится на улице. И хотя сейчас уже постепенно теплеет, мы намерены продолжать дальше наши благонамеренные инициативы. Сейчас на улице очень холодно, но некоторым людям приходится работать в эти дни, чтобы обеспечить других теплом и уютом. Эти ребята молодцы, что придумали такую идею. Горячий чай очень кстати в сильный мороз. С наступающим Новым годом всех горожан! Шемкенские авторюбители поздравили казахстанцев с Новым годом. Они выстроили свои машины в форму елки и зажгли фары. В необычном флэш-мобе участвовали более 60 легковушек. Автовладельцы пожелали жителям страны всего наилучшего и передали эстафету остальным городам. Больше интересной информации можно найти на нашем сайте 24.kz. Не забывайте заходить, а к данному часу у меня пока все. Хорошего выходного дня, хотя сегодня мы работаем. Хорошего рабочего дня. До встречи. Мексика запретит иностранным ингредиентам. Инвесторам участвовать в проектах по обновлению инфраструктуры, сообщает агентство Bloomberg. Президент страны Андрес-Мануэль Лопес-Абрадор изложил план по расширению и модернизации железных дорог, нефтеперерабатывающих заводов и портов на юге страны. И заявил, что иностранные инвесторы не будут допущены к участию в этих проектах. Из госбюджета было выделено более 400 миллионов долларов на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов и около 50 миллионов долларов на обновление железных дорог. По словам президента, ремонт инфраструктуры займет два года. Он уточнил, что проекты должны отвечать трем требованиям. Одобрение со стороны местного сообщества, охрана окружающей среды и экономическая выгода для местных жителей. Корпорация Johnson & Johnson в течение десятилетий скрывала, что в ее детских присыпках содержится асбест. В расследовании для агентства Reuters журналистка Лиса Гирион сообщает, столкнувшись с тысячами исков о том, что тальк компании привел к нескольким случаям рака, Johnson & Johnson продолжает настаивать на безопасности своего культового продукта. Цитата. Компании с 1971 года знали о периодическом обнаружении асбеста при проверках сурового талька и готовых детских присыпках.